Программа выходит при поддержке сети АЗС Движения. Трасса 101. Добрый день. У микрофона Владимир Сметанин в рамках нашей автомобильной программы. Сегодня я буду беседовать с начальником отдела ГИБДД по городу Кирову Михаилом Рябовым. Михаил Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Встретились мы для того, чтобы обсудить дорожную обстановку в областном центре в начале этого года. Но если говорить о территории всего региона, то ситуацию можно охарактеризовать как довольно тревожную. В январе, многие помнят, был период, когда сообщения о ДТП с летальным исходом, в том числе, поступали практически ежедневно. Речь идет здесь о загородных трассах, где традиционно более высокая скорость движения, и водителям приходится выполнять обгон и выезжать на встречную полосу. Но сегодня мы сосредоточимся на обстановке именно в нашем городе, в Кирове. И тут, надо сказать, тоже не без проблем. Проблемы, на мой взгляд, традиционные. Это и детский травматизм, и пешеходы, наезды автомобилей, на пеших участников дорожного движения. Давайте с общей характеристикой дорожной ситуации в начале этого года в Кирове начнем, Михаил Александрович. Ну, здесь мне хотелось бы начать с того, что традиционно показатели аварийности сравниваются с аналогичным периодом прошлого года. Годовой давности. Да, в настоящий момент мы сравниваем с периодом январь 2021 года. И вообще, в целом, ушедший год складывался, можно сказать, благоприятно на дорогах областного центра. Все показатели аварийности были снижены, за исключением одного достаточно серьезного показателя. Это мы допустили впервые с 2018 года гибель ребенка на территории города Кирова. Все остальные показатели были в разы сокращены с предыдущими годами. И вообще, этот год, который мы проводили, 2021, он был рекордным с точки зрения показателей аварийности, с точки зрения их снижения. Сторону уменьшения. Да. И, конечно, в январе текущего года сдерживать показатели, достигнутые в прошлом году, непросто. И мы видим некоторый рост показателей за исключением общего количества дорожно-транспортных происшествий, которые складываются из ДТП, в которых погибли и пострадали люди, и из ДТП, где пострадала только техника, это дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом. В целом, общее количество дорожно-транспортных происшествий сократилось более чем на 10% на территории областного центра, отчего, к сожалению, нельзя сказать про показатели более серьезной категории дорожно-транспортных происшествий, где у нас погибли либо пострадали люди. Так, значит, количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях увеличилось, пусть незначительно, но тем не менее, если в абсолютных цифрах говорить на 7 пострадавших, количество дорожно-транспортных происшествий, которые мы называем учетное дорожно-транспортное происшествие, потому что они входят в государственную статистическую отчетность, также не сильно, но возросло на 3 дорожно-транспортных происшествия с 53 до 56. Это тоже, говоря человеческим языком, с пострадавшими аварии, да? Да, это аварии, там, где участники дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. Все-таки достижением ушедшего месяца, я считаю, основной показатель, основной целевой показатель по безопасности дорожного движения – это количество погибших. Нам удалось в январе этот показатель сохранить на нулевой отметке. Без летальных исходов первый месяц прошел. Исходов, да, и, ну, это, безусловно, не может не радовать. Такие показатели следующие, на чем хотелось бы остановиться, это показатели детского дорожно-транспортного травматизма. Они также несколько выше, на 3 ребенка на территории города Кирова в январе месяца пострадало больше, нежели в январе 2021 года. Это дети пассажиры транспортных средств, или в том числе пешеходы тоже? Это дети различных категорий в возрасте до 16 лет. Если смотреть картину в целом по годам и не останавливаться на рекордном 2021 году, то следует отметить, что цифры в среднем примерно на том же уровне, как и во все предыдущие годы. То есть, когда-то чуть больше, когда-то чуть меньше, но цифра не рекордная, но примерно усредненная для нашего города. Если говорить уже и о характеристике дорожно-транспортных происшествий, почему они произошли, когда они происходят, то интересной чертой января текущего года стало то, что лидером среди дней недели по аварийности стал вторник. Обычно, традиционно лидирует у нас пятница и суббота, то есть предвыходной и выходной день. Пятница по-прежнему осталась, но она перешла на второе место. Вот в лидеры выбился вторник. Сейчас мы, исходя из этого, корректируем внесение службы нарядами дорожно-патрульной службы, усиливая их в наиболее аварийные дни и тем самым надеемся повлиять на ситуацию в текущем месяце и в последующем месяце текущего года. А с чем госавтоинспекторы связывают такое смещение с предвыходного выходного дня именно на вторник? Ну, пока слишком короткий период текущего года прошел и детальный анализ, о детальном анализе, наверное, говорить пока рано, но я думаю, что мы посмотрим в динамике на ситуацию и примем соответствующие меры реагирования на ту обстановку, которая складывается на территории города. В аварийные дни больше патрулей направляется именно в места так называемой концентрации ДТП, несут службы сотрудники? Анализ проводится по очень многим параметрам, то есть это и день недели, время суток, конкретные часы, когда это происходит, места, где в основном происходит дорожно-транспортное происшествие. Исходя из этого, мы планируем свою деятельность на предстоящий период, увеличиваем количество личного состава на отдельных участках в отдельные дни, в отдельное время таким образом, чтобы повлиять на ситуацию. Вы несколько минут назад говорили о цифрах, о снижении статистики. Снижение с чем связывается? Я недавно читал, что некоторые эксперты высказывают такое предположение, что распространение вируса микрон, все большее количество заболевших, много людей ушли на удаленку, в том числе, у которых есть автомобили. В общем, количество автомобилей просто-напросто уменьшилось. Ну, смотрите, вот когда на начальном этапе только появилась вот эта новая коронавирусная инфекция, и вводились жесткие меры, так называемые локдауны, то есть когда фактически люди не выходили, не выезжали из домов, тогда, да, действительно, мы почувствовали резкое снижение потока транспорта. Это еще в 2020 году. Да, еще в 2020 году. Весной 2020. И действительно, тогда спад аварийности мы связывали с этой ситуацией. Сейчас, в принципе, мы не наблюдаем значительное снижение транспортных и пешеходных потоков, поэтому снижение аварийности в 2021 году мы больше связываем с теми мероприятиями, которые проводятся в рамках национального проекта безопасной, качественной автомобильной дороги, потому что с каждым годом действительно все большее количество технических средств организации и дорожного движения появляется, которые непосредственно влияют на состояние аварийности на территории города Кирова. Ну, то есть можно говорить, что благодаря этим мерам водители и пешеходы становятся дисциплинированнее. Ну, по крайней мере, хотелось бы в это верить. Ну, хотелось бы, да, верить в дисциплинированность участников дорожного движения, но мы нацеливаем все-таки мероприятие немножко на другое. Дело в том, что любому человеку свойственно ошибаться, и в том числе такие участники дорожного движения, как дети, которые еще недостаточным объемом знаний, умений, навыков обладают, недостаточная внимательность на дороге. Пожилые люди, у которых в силу возраста уже также происходят некоторые, так скажем, сложности в оценке дорожной ситуации. И поэтому вот для таких категорий участников дорожного движения мы проводим те мероприятия, которые физически влияют на поток транспорта. Ну, здесь достаточно привести пример тех же шумовых полос. Сколько бы критики мы не выслушивали по поводу этих средств организации движения, мы практически не имеем проблем на тех участках, где они появились. То есть, да, единичные факты есть, но здесь ведь следует говорить и о тяжести последствий. То есть, если, допустим, в январе текущего года произошел наезд на пешехода на улице Карла Маркса, где обустроены как раз эти шумовые полосы, и некоторые, значит, люди высказывали такие мнения, что вроде не влияют эти средства организации движения на состояние аварийности. Я хочу сказать, что при их отсутствии мы могли иметь гораздо более плачевные последствия такого наезда. А вообще, в целом, там, где они оборудованы, там ситуация изменилась кардинальным образом. Ну, это основные городские магистрали, я думаю, все водители уже в курсе, где тебя шумовая полоса просто-напросто вынуждает нажимать на педаль тормоза. Ну, и вообще, коль скоро мы заговорили про уже виды дорожно-транспортных происшествий и, так скажем, глобальные проблемы, которые непосредственно определяют ситуацию с аварийностью на территории города, то самая большая проблема, я бы обозначил, это проблема наездов на пешеходов. Практически каждый день на территории областного центра происходит дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. И, как бы мы ни винили водителя и ни говорили о том, что водитель управляет источником повышенной опасности, соответственно, он в ответе за то, что происходит на дороге, особенно если наезд происходит на обозначенном пешеходном переходе. Если это случилось на переходе, то априори водитель уже виноват. Да, ну, здесь все больше при анализе этого вида дорожно-транспортных происшествий мы видим большую долю вины в этих дорожно-транспортных происшествиях самих пешеходов. То есть, вот взять те же, значит, ДТП на обозначенных пешеходных переходах. В первую очередь, проблему доставляют нам нерегулируемые пешеходные переходы, которые, понятно, что опаснее регулируемых. И, как это ни странно, они опаснее тех мест, где пешеходы перебегают вообще вне пешеходного перехода. Там, где вообще знака пешеходного перехода, ни светофора, ни знака. Почему? Потому что пешеход, который сознательно идет на нарушение правил дорожного движения и перебегает в проезжую часть там, где запрещено, он максимально внимательно смотрит по сторонам. Да, во-первых, на предмет отсутствия транспортных средств, во-вторых, на предмет отсутствия сотрудников полиции. Но это тоже естественно, и поэтому максимальная концентрация. Когда пешеход подходит к нерегулируемому пешеходному переходу, он понимает, что это выделенная зона для пешеходов. Здесь он хозяин вроде как. Да, совершенно верно. И мы наблюдаем постоянно такую картину, когда пешеход, ну, он даже по сторонам не смотрит. Он дошел до пешеходного перехода, водители обязаны его пропустить. А о том, что водитель может отвлечься, водитель может не заметить в условиях снегопада, дождя, каких-то иных сложных погодно-климатических условиях. Вследствие гололеда может своевременно не остановить свое транспортное средство, как бы он ни хотел. Бывает и так, что законопослушный водитель, ну, просто в силу каких-то обстоятельств, своевременно не заметил пешехода. Понятно, что абсолютное большинство людей здравомыслящие, и никто не будет ставить перед собой цель задавить пешехода. В том числе на пешеходном переходе. И вот эта, так скажем, несознательность пешеходов очень часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий, за которые ответственность потом несет водитель. При этом, я хочу напомнить, что правила дорожного движения Российской Федерации содержат пункт 4.5, который обязывает пешехода, перед тем, как выйти на проезжую часть, убедиться в безопасности своих действий. К сожалению, многие пешеходы об этом пункте правил дорожного движения либо не знают, либо относятся к нему, ну, мягко говоря, несерьезно. Ну, давайте напомним, как это вообще в реальной жизни должно выглядеть. Ты идешь, подходишь к пешеходному переходу, ты должен остановиться в первую очередь. Конечно, нужно убедиться, особенно... Не с той же скоростью продолжать движение уже по проезжей части, а остановиться обязательно на краю? Здесь, вот поскольку наш с вами диалог происходит в разгар зимы, это наиболее актуально, потому что в зимнее время недостаточно убедиться в том, что машина тебя собирается пропустить. Водитель тебя визуально... Да, что он вас видит и что он снижает скорость. К сожалению, не всегда этого достаточно, потому что, как я уже сказал, бывают такие ситуации, когда водитель снижает скорость, давит на педаль тормоза, а машина дальше катится. То есть это особенности зимней дороги, конечно, это вопросы зимнего содержания, вопросы уже к владельцам, но это отдельная тема разговора. Но бывают такие ситуации, когда вроде бы человек-пешеход посмотрел по сторонам, машина снижает скорость, все хорошо, в летний период, безусловно, наверное, этого достаточно, она остановится, если собирается. Зимой так получается не всегда. Поэтому, конечно, главная рекомендация для пешеходов заключается в том, что, подойдя к пешеходному переходу, безусловно, нужно остановиться, убедиться в том, что транспортные средства либо отсутствуют, либо остановились в зимний период. В летний период это намерение остановиться, что действительно машина максимально снизила скорость и собирается вас пропустить. И только после этого нужно выходить на проезжую часть даже в границах пешеходного перехода и до конца пересечения проезжей части постоянно контролировать ситуацию, как справа, так и слева. Особую сложность... Особенно если широкая проезжая часть, да? Как раз об этом я и хочу сейчас сказать. Особую сложность составляют проезжая часть и пешеходные переходы, расположенные на дорогах, имеющих две и более полосы в каждом направлении. Потому что у нас в памяти те дорожно-транспортные происшествия, когда один ряд транспортных средств остановился, пропускает, второй ряд свободный, и по нему с большой скоростью едет машина, которая сбивает пешехода. Такие дорожно-транспортные происшествия у нас происходят каждый год. И, к сожалению, вот та гибель ребенка, которую мы допустили в прошлом году... В августе, да? Да, она произошла, ну, там не на пешеходном переходе, не в границах пешеходного перехода, но по аналогичной ситуации, когда левый ряд транспортных средств пропускал, значит, остановился уже, из-за него водителю встречного транспортного средства не было видно помеху, он выехал на дорогу, произошло столкновение, и дальше уже по инерции машина выехала на тротуар, и мы имели вот такие трагические последствия. Поэтому об этом нужно помнить, и особенно здесь мне хотелось бы обратиться к родителям всех детей, что об этом нужно постоянно говорить с детьми, постоянно напоминать им об этом, чтобы дети понимали, насколько действия на дороге могут быть опасны в той или иной ситуации. Дети-пешеходы, на них сосредоточиться сейчас, поподробнее поговорить в начале этого года с детским травматизмом на дорогах, как ситуация обстоит? Значит, в прошедшем году нам удалось снизить показатели аварийности с участием детей, которые росли уже на протяжении нескольких лет, но здесь есть и естественные причины, то есть это улучшение демографической ситуации, увеличение количества юных пешеходов, да, вообще в целом юных участников дорожного движения, но, безусловно, это, наверное, основные наши усилия направлены как раз на незащищенных участников дорожного движения. Мы очень много работы проводим в образовательных организациях с владельцами уличной дорожной сети по ее обустройству вблизи образовательных учреждений, и вот этими общими усилиями нам удалось несколько остановить вот этот постоянный рост детского дорожно-транспортного травматизма в прошлом году, но, к сожалению, в этом году показатель увеличился, то есть если в январе 2021 года на территории города Кирова было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, то в текущем январе уже 9 дорожно-транспортных происшествий, рост достаточно серьезный. Серьезный в процентах, да. Да, в процентном соотношении, и удельный вес в общем массе дорожно-транспортных происшествий, 16%, это тоже достаточно серьезно. Если говорить по категориям, это в основном пешеходы, то есть 6 участников вот из этой цифры, из 9 раненых, это пешеходы, пешеходы, и, значит, оставшиеся 3 это пассажиры. По возрастным категориям, ну, если так применимо к школьному делению, то это возраст начальной школы с 7 до 9 лет. Ну, да, как раз начальное звено, да. Да, самая проблемная у нас возрастная категория, поэтому здесь еще раз возвращаясь к родителям, все, безусловно, зависит от родителей, потому что, проводя работу с детьми в образовательных организациях, мы уже видим уровень каждого ребенка, хотя, придя в тот же первый класс, мы понимаем, что большой вклад еще школа и сотрудники полиции, наверное, в воспитание безопасного пешехода, так скажем, ребенка еще не внесли, и все зависит от родителей. И когда мы начинаем беседовать с детьми, мы видим, насколько серьезно, какие родители относятся к этой проблеме. Какие-то дети абсолютно не ориентируются в ситуации, они привыкли к тому, что их провожают пока все еще бабушки, дедушки, родители, папа, мамы довозят до школы, и самостоятельно им передвигаться, ну, крайне сложно. Есть те дети, которые уже различают, понимают сигналы светофора, как себя вести, как пользоваться нерегулированными пешеходными переходами. Но самое главное, это когда мы беседуем про поведение, когда дети идут вместе с взрослыми. Дети, это, ну, открытая душа, они все рассказывают и говорят, где они переходят с папой, с мамой дорогу, с бабушкой, дедушкой. Тут много узнать можно интересного. Да, действительно, много интересного узнать. И вот беседуя с таким ребенком, ты понимаешь, что все равно авторитет номер один для него, это его папа, мама, бабушка, дедушка. И если они с ребенком вместе переходят не там, где разрешено, то перевоспитать педагогу, сотруднику полиции крайне сложно. При этом нужно помнить родителям, что на сегодняшний день они отвечают за своих детей, они их переводят за ручку, они контролируют ситуацию, даже если они неправильно переходят дорогу. Но рано или поздно ребенок будет передвигаться один. И если у него сформируются вот такие неправильные привычки, навыки поведения на дороге, то это уже будет чревато в силу возрастных особенностей, в силу восприятия опасностей на дороге в детском возрасте. И как раз вот эти цифры, о которых я говорю, они складываются из вот такого неправильного отношения к воспитанию детей с точки зрения повышения уровня их безопасности на дороге. И еще мне хотелось бы сказать о том, когда в основном у нас регистрировались в январе дорожно-транспортные происшествия с участием детей, это, конечно, ситуация периодически меняется, но тем не менее, значит, в январе наиболее часто, как и общее количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей ДТП происходили у нас во вторник и в пятницу, и по времени это с 10 до 11 и с 19 до 20 часов. Так, интересно, но с 19 до 20 это уже, когда дети после второй смены возвращаются, да, получается? Ну да, после второй смены заканчиваются занятия в учреждениях дополнительного образования, да, это вечерние прогулки, то есть вот то время, когда максимальное количество детей находится на улице. А первый временной интервал с 10 до 11 это как раз время окончания занятий в начальных классах, в основном, когда дети начинают возвращаться из школы домой и попадают вот в такие неприятные ситуации. Ну да, вы говорили о том, что начальное звено в первую очередь, да. А если разделить, Михаил Александрович, давайте вот картинку нарисовать, дети-пешеходы и дети-пассажиры. Дети-пешеходы, как происходит столкновение с автомобилем, это выбегают из-за препятствий, из-за стоящего автомобиля или, опять же, вот по пешеходному переходу не глядят по сторонам? Конкретная ситуация? Очень часто ДТП с детьми в категории пешеход происходит именно на нерегулируемых пешеходных переходах. То есть дети усвоили, детей научили о том, где переходить нужно дорогу, но не всегда уделяется внимание тому, как правильно пользоваться этим пешеходным переходом. Поэтому мы наблюдаем картину, когда ребенок выбегает на пешеходный переход. Это крайне опасная ситуация, потому что водитель все-таки ожидает пешехода, который, вот его видно, он подходит к пешеходному переходу, спокойным шагом выходит, соответственно, водитель успевает предпринять какие-то меры. Я хочу напомнить, что по общему правилу разрешенная скорость движения на территории населенных пунктов у нас 60 км в час. 60 км в час – это достаточно серьезная скорость. И, безусловно, конечно, водитель при подъезде к таким участкам, как пешеходный переход, должен снижать ее скорость. Но не всегда и водители у нас добросовестны. И вот когда ребенок неожиданно выбегает на проезжую часть, когда его заранее водитель не видел... Габариты ребенка, он же меньше, в сравнении со взрослым человеком сложнее заметить. Очень большой процент дорожно-транспортных происшествий именно происходит при таких обстоятельствах. Когда ребенок, в том числе, уткнулся в гаджеты, в телефон идет, смотрит, у него наушники в ушах, он не слышит окружающую ситуацию. Да, он знает, что он переходит дорогу в правильном месте. То есть ему объяснили, вот есть такой дорожный знак желтенький с пешеходом, здесь ты должен переходить дорогу. Тогда, когда не уделяется внимания тому, как правильно это сделать, вот происходят такие дорожно-транспортные происшествия. Бывают, конечно, у нас дорожно-транспортные происшествия, связанные с выходом на проезжую часть там, где это не разрешено. Особенно эта ситуация опасна в зимнее время. Почему? Потому что в любом случае вдоль проезжей части формируются сугробы. У пешеходных переходов они недопустимы с точки зрения закона, и мы за этим следим. Конечно, есть определенные сложности, проблемы, но большая часть пешеходных переходов все-таки содержится достаточно неплохо в нормативе, и ребенка там видно. Когда ребенок выбегает из-за сугроба, находящегося вне пешеходных переходов, либо там, где припаркован транспорт, то, конечно же, такая неожиданность для водителя не позволяет ему своевременно предпринять меры и избежать наезда. Вот такие дорожно-транспортные происшествия мы ставим на второе место после тех, которые происходят на нерегулируемых пешеходных переходах. Я напоминаю, что мы беседуем с начальником отдела ГИБДД по городу Кировом Михаилом Рябовым. Продолжим еще немножко про детей пассажиров, которые получают травмы в ДТП. ДТП – это стандартное ДТП, то есть, ну, тут уже зависит от водителя. Он не пропустил помеху справа, не пропустил встречный автомобиль при повороте налево, да? Ну, такие вот стандартные причины, да? И если есть ребенок, то велика вероятность, что он тоже получит травмы. Есть ребенок в автомобиле, имею в виду. Ну, да, действительно. Единственное, на что мне хотелось бы обратить внимание. Когда мы приезжаем для разбора дорожно-транспортного происшествия с участием ребенка в качестве пассажира, в подавляющем большинстве случаев ребенок, вернее, в транспортном средстве имеется детское автокресло. То есть, оно стоит. И, конечно же, родители, которые перевозят ребенка, либо бабушки, дедушки, говорят о том, что на момент дорожно-транспортного происшествия ребенок в нем был пристегнут. Но по характеру полученных травм очень часто это вызывает сомнения. То есть, травмы намного значительнее, нежели... Когда у ребенка, допустим, повреждение головы, которое произошло вследствие удара о приборную панель, когда спереди стоит детское кресло, ребенок находится в нем. Но при том, какие характеристики у нас по безопасности имеют детское автокресло, таких повреждений не должно быть. То есть, это говорит о том, что да, кресло стоит, но стоит оно, скорее всего, для сотрудника ГИБДД. Для того, чтобы в случае, если водитель увидел наряд, стоящий быстренько пристегнули, все хорошо, все замечательно. Ребенку, может быть, не очень бывает комфортно, неудобно, где-то забыли проконтролировать ребенка. Особенно зимой, когда на нем теплая одежда, куртка плотная. Ребенок вроде бы сидит в кресле, но от него толку-то никакого. И происходят вот травмы, пусть когда-то незначительные, но их можно избежать совсем. Поэтому для этой ситуации у меня есть также рекомендация, и в первую очередь для взрослых, которые перевозят своих детей, нужно правильно пользоваться теми средствами, которые определены законодательством для правильной перевозки, для безопасной перевозки детей. То есть, дети должны быть пристегнуты. Исходя из возраста, из требований правил дорожного движения, дети должны быть пристегнуты в обязательном порядке. И очень часто мы встречаем картину, когда ребенок, маленький, едет между задними креслами, стоит, оперевшись на кресло водителей переднего пассажира. И вот в такие ситуации абсолютное непонимание, как можно так относиться к своему ребенку. Я понимаю, что у водителя очень часто в голове такая ситуация, что я везу своего ребенка, я еду предельно аккуратно, предельно внимательно, я не нарушаю. А о том, что другие участники дорожного движения, какое у них поведение, какая ситуация может случиться, которая не будет зависеть от родителя-водителя, так скажем, который так считает. Вот здесь, конечно, нужно задуматься взрослым участникам дорожного движения, водителям, родителям, и перестроить свое отношение к этому вопросу. А вообще проблема наличия детского вот этого автокресла в автомобиле, она как-то уже сошла на нет? То есть большинство кировских водителей добросовестно относятся к этому вопросу? Ну, если сравнивать с ситуацией, которая была 5, 7, 8 лет назад, безусловно, ситуация изменилась кардинальным образом. Сейчас, если ребенок в машине, в абсолютном большинстве мы видим либо детское автокресло, либо иные средства, которые предусмотрены и допустимы законодательством к перевозке детей. То есть случаев отсутствия их становится с каждым годом все меньше, но вот проблема правильного использования этих средств, она пока остается. То есть сначала пристегиваешь кресло, крепишь его с помощью специального, собственно, устройства, которым сейчас, по-моему, все современные автомобили оснащены, да. А потом уже непосредственно туда ребенка садишь и уже пристегиваешь ребенка аккуратненько. И желательно договориться еще с маленьким юным пассажиром, что мы вот сейчас, ну, называть ему примерное время движения, столько ты сейчас пробудешь в кресле, в дороге, ты немножко потерпи хотя бы, ну, по крайней мере, я своим детям так говорю, да. Да, это, безусловно, правильный подход. Да, психологически настраивать их на то, что надо быть пристегнутым, обязательно находиться. У нас остается буквально 7 минут, и мне хотелось бы еще пару тем затронуть. Во-первых, многие жители нашего города этой зимой в пабликах, в соцсетях можно видеть эти высказывания. Считают, что город убирается лучше. Все мы прекрасно знаем, что зимняя обстановка дорожная, она намного сложнее, чем летом. За счет снега зачастую происходит сужение проезжей части. Многие автомобилисты предпочитают на краю проезжей части оставлять свои транспортные средства. Это тоже создает дополнительные трудности. То, о чем вы уже несколько минут назад говорили, скопление снега вблизи пешеходных переходов. Как руководитель отдела ГИБДД по Кирову, с профессиональной точки зрения, вы можете подтвердить, что действительно получше стало с уборкой города в этом году? В ежедневном режиме сотрудники госавтоинспекции по городу Кирову мониторят ситуацию, которая складывается с так называемым зимним содержанием уличной дорожной сети. В том числе мы практически еженедельно проводим совместно с представителями прокуратуры соответствующие рейдовые мероприятия по данному вопросу. И действительно мы отмечаем, что в этом году в сравнении с предыдущими ситуация с уборкой дорог выглядит несколько лучше. Об этом говорит и количество штрафных санкций, которые применены нами в отношении владельцев уличной дорожной сети. Эти цифры также сократились. Вывозка снега осуществляется более интенсивно и качественно, чем в прошлые годы. Ну, к тому же, надо вспомнить, да, простите, перебью, прошлая зима была намного снежнее, чем, а уж так говорим. Да, да, она была более интенсивная, так скажем, снегопады, были с большим количеством осадков, но, тем не менее, снег есть, снег идет. Мы видим в городе технику, что не может не радовать. Безусловно, конечно, проблемы, они сохраняются. Нельзя сказать, что город идеально убирается от снега. Идеальная ситуация. Мы видим и снежные валы у пешеходных переходов, и накату остановок общественного транспорта, когда не всегда могут своевременно автобусы, троллейбусы останавливаться. Безусловно, проблемы есть, но если сравнивать с предыдущими годами, ситуация изменяется в лучшую сторону, и мы надеемся на то, что она будет год от года только улучшаться. Администрация города реагирует на ваши замечания? Ну, все так же оперативно, по крайней мере, старается? Да, мы с владельцем уличной дорожной сети администрации города Кирова в ежедневном диалоге. То есть, если где-то возникают какие-то сложности, в том числе в телефонном режиме, посредством удаленного доступа, различные чаты у нас созданы для оперативного реагирования на ситуацию. И вот все это в совокупности позволяет нам говорить об изменении ситуации. Еще, наверное, последний вопрос уже в рамках этой сегодняшней передачи. Планы, перспективы на ближайшие месяцы. Чему, каких мовшеств возможно ждать автомобилистам, пешеходам в этом году? Вот я наблюдаю за тем, что в социальных сетях водители пишут, многие уже жалуются. Ага, камеры появляются, настроенные на ограничение скорости 40 км в час. Вот пришло письмо счастья. Вот больше и больше таких сообщений появляется. Да, действительно, мы совместно с администрацией города Кирова регулярно встречаемся и обсуждаем те мероприятия, которые необходимо проводить в целях повышения безопасности дорожного движения, улучшения, скажем, качества нашей уличной дорожной сети. Буквально завтра у нас в администрации пройдет очередное совещание по вопросам мероприятий, которые будут проводиться в текущем году на территории города Кирова. Где конкретный план, да, уже список будет составляться? Да, список, в принципе, уже есть. Мы первоначально его уже обсуждали. Завтра будем принимать окончательное решение по конкретным мероприятиям. Все это строится на основе анализа аварийности. Потому что приоритет мы отдаем так называемым местам концентрации ДТП. В прошлом году их 30 выявлено на территории областного центра. По каждому месту концентрации ДТП определен перечень мероприятий. И вот если говорить об эффективности, вот как раз один из вопросов, который мы завтра будем обсуждать, это эффективность проводимых мероприятий. Потому что мало мероприятия запланировать, профинансировать и даже его реализовать. Нужно посмотреть, правильно ли мы, в правильном ли направлении двигаемся и дает ли это положительные результаты. Как отразиться-то, да, на реальной жизни? Да. И вот я хочу сказать, что такая цифра в рамках подготовки к этому совещанию. Мы проанализировали те места концентрации ДТП, которые были по итогам 2020 года. Так вот, из 31 места концентрации ДТП, 25, по которым были проведены мероприятия, они были сняты как места концентрации ДТП. То есть, безусловно, это результат. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении. Единственная проблема, конечно, о которой хочется сказать, это своевременность. То есть, допустим, у нас есть два такие очага, это Ленина-Тимирязева, производственная Щерса. Да, очень больные точки. Очень больные точки. Они снова у нас переходящие очаги, то есть снова в прошлом году. Но мероприятия, которые по модернизации светофорных объектов были проведены, и они были запущены в ноябре месяце. С того времени у нас там дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими практически не регистрировались. А до этого это было устойчивое место концентрации ДТП. Если говорить о новшествах, то есть серьезные планы у администрации в текущем году по модернизации светофорных объектов, потому что действительно это очень большая головная боль для нас всех. До сих пор, к сожалению, ежедневно от двух до десяти светофорных объектов отключаются. Это создает определенные сложности в проезде наиболее крупных транспортных артерий. Второй вектор развития – это увеличение количества кругового движения в городе. То есть у нас есть положительный опыт, как бы там тоже не критиковали, но количество конфликтных точек на таких пересечениях в разы больше, чем на обычных пересечениях, во-первых. Во-вторых, круговое движение не предусматривает светофорное регулирование, а светофорное регулирование – это всегда… Более дорогостоящее, да? Более дорогостоящее, но самое главное даже не это. Это всегда сдерживающий фактор для транспортных потоков. То есть по круговому движению оно осуществляется в более постоянном, более таком успокоенном режиме, нежели там, где светофорное регулирование. Вот эти два направления, безусловно, третье – это развитие комплексов автоматической фиксации правонарушений. Увеличение числа, да? То, о чём вы сказали, да. Потому что камера, когда она работает в рабочем режиме, не в тестовом, когда с неё приходят штрафы, в любом случае она положительно влияет на ситуацию. Угу. Тут три основных момента, на которые будет делаться основная ставка в наступившем 2022 году. Что ж, благодарю на этом нашего гостя, начальника отдела ГИБДД по городу Кирово, Михаила Рябов. Безусловно, будем продолжать встречаться, обсуждать текущую дорожную ситуацию и перспективы. Спасибо, всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания.